Совсем недавно берчане всем миром наводили в своем городе порядок. И получилось это, в общем-то, успешно. Большинство улиц и дворов стали опрятными и чистыми. Основная задача на текущий период – по территории придомовых содержание контейнерных площадок на предмет своевременности вывоза, в том числе и многопаритных отходов. В данном направлении мы находимся в постоянном контакте с компанией «Экосервис». То есть продолжаем совместную работу, делимся информацией, считая работу продуктивной. Но как бы не продуктивен был всеобщий субботник, на чистом теле города остаются участки, похожие на хронические болезненные лишаи. К примеру, территория вокруг контейнерной площадки у дома микрорайон 42. Роща, находящаяся между 42 и 47 домами, напоминает сюрреалистичную картинку из фильма про заброшенную планету. Я не понимаю. Ну вот видите мусор, да? Ну сделали вот это заграждение, да? Ну от ветра. Сами видите, вот сейчас тоже ветер, да? Ничего такого нет. Ну приезжает трактор, там что-то соберет. Может им неинтересно этого делать, или может они не хотят. Может закрыли глаза на это дело. Ну, бардака-то тут же много народу проходит. Дети тоже видят. Проблема имеет не короткую историю. Люди, живущие рядом с мусорным развалом, возмущаются, но решения вопроса найти не могут. Ратующие за чистоту винят во всем неаккуратных и несознательных. А также считают, что за порядком у мусоросборника должны следить управляющие компании. Жильцы этим, в общем, недовольны все. Мусор вовремя никогда не убирается. Здесь бывает очень большая свалка мусора, и мусор водится не совсем постоянно. Дворники, которые после того, как приезжает мусорная машина, должны прийти и подобрать мусор, который падает. Тот водитель, который мусор грузит, он не обязан этого делать. Должны делать дворники. Везде делают это дворники. У меня вот из окна на третьем этаже отлично открывается вид на мусорку. С жалобами на мусорный беспорядок горожане неоднократно обращались в редакцию ТВК. В прошедшем году эта проблема только на нашем канале затрагивалась трижды. Много жалоб поступает и в городскую администрацию. В минувший понедельник, во время аппаратного совещания, на вопросе заострил внимание замглавы. Микрорайон 42, состояние контейнерной площадки мусорной. Я прошу вам посмотреть, кто является там два, как бы так, сухозяина, кто является нарушителем покойства граждан и с ним лично встретиться. Если ваша встреча не поможет, тогда будем встречаться на моем уровне. Пресловутая контейнерная площадка и прилегающая к ней роща находятся на стыке интересов двух управляющих компаний «Сибирский стандарт» и «Прогресс». Чьими усилиями решится мусорный вопрос, пока непонятно. Не могу никаких комментариев дать по этому поводу. Ну, пока комментариев нет. Работает в процессе работы этот вопрос. Еще не отработан. В неделю или в день этот вопрос не решается. Потому что там есть ряд заинтересованных или вообще участников этого вопроса, несколько участников этого вопроса, которые в момент какой-то справедливости необходимо привести. Вы сами знаете, можете себе представить, насколько это сложно. Поэтому здесь непростой вопрос. Соответствующие структуры по заданию замглавы приступили к разбору полетов. А мусор, тем временем, продолжает разлетаться по начинающей распускать листочки рощи.